Так, друзья, в этом ролике на моем YouTube-канале с медицинским нутрициологом-психологом мы с вами говорим про то, как перестать есть сахар и пустые углеводы. Часто я слышу такие всякие вещи от нутрициологов современных, что ну ничего, какая разница, какая разница, какая разница. Дело тут не в этом. Если у вас нет расстройства пищевого поведения, и вы нормальный обычный человек, то так долго нельзя. Я вам объясню, почему. У некоторых людей есть зависимость от углеводов, и они всеми способами будут оправдывать их пользу, их влияние на здоровье, их улучшение для метаболического здоровья. В общем, они приплетут все выгоды углеводов и вытянут все эти выжимки и разложат вам в ваших головах так, лишь бы сожрать тот же углевод самим со спокойной душой и перекреститься. Потому что есть зависимость. Что происходит в мозге, когда есть зависимость от углеводов, есть маленький центр, элементарно, прилежащее ядро, которое находится глубоко в мозге. И это ядро – часть системы вознаграждения. Оно использует дофамин как главный нейромедиатор, и гамк, и серотонин. Эти нейромедиаторы тесно связаны с созданием ощущения удовольствия. И когда прилежащее ядро стимулирует наркотики, алкоголь, секс, упражнения или сахар, это же все разные вещи, да, представьте, упражнениями вы стимулируете, да, свой серотонин. Или сахаром. Соответственно, все эти вещи вырабатывают нейромедиаторы, создающие ощущение удовольствия. И сахар – очень мощный включатель для этого ядра. Люди получают удовольствие от употребления пустых углеводов, ведь эти углеводы превращаются в сахар очень быстро, ну, очень быстро. И проблема в том, что от избытка этих дофаминовых рецепторов идет деградация на самом деле. И вам… И сами дофаминовые рецепты, они деградируют. И вам нужно все больше и больше, пока не разовьется новая зависимость. Так же и с кофе, так же и с сексом. Ну, вот у людей, у которых проблемы с дофамином, они есть часто зависимы от этого действия. И при зависимости вас уже не особо беспокоят последствия. Вы просто идете и делаете это, и не думаете о последствиях. Все зависит от силы воли. Как увеличить силу воли? Ребята, вот я говорила вам про сахар и простые углеводы. Сколько, сколько от них проблем. Огромное количество проблем. Проблемы, связанные со здоровьем по всем фронтам. Но что сделать, если сила воли уже сломалась? Первое, начать с витаминов группы В. После приема этого нутриента, вы за считанные минуты получите облегчение стресса, спокойствие. И частично повысится уровень дофамина. Другой момент, постарайтесь получать любым способом, для себя привычным, дофамин другими вещами. И это интервальное голодание, это кето. Не держите в своем доме вообще продукты, содержащие простые углеводы. Потому что раз и не наркоман, раз и не алкоголик, раз и не кофеголик, раз и не переедалец. Раз, не бывает. Ну, честно вам говорю, но не бывает таких людей. На силе воли бывает едешь какое-то время, но чуть что-то не то, гормоны нарушились, что-то сломалось, сильный стресс пережил. И просто, просто, просто может не сработать. Другой момент, избегайте просто окружения, в котором вам навязывают, что это все правильно. Наши бабушки так ели, да и вообще это нормально. Давай разочек, да какая разница, да праздник же. Если вы придерживаетесь каких-то правил по здоровью, они должны у вас быть в душе. И не важно, кто вокруг вас. Человек, который колет наркотики и говорит, что ну раз ничего не бывает. Или человек, который ест сладкое и говорит, что да ничего не будет. Какая разница, ничего не будет. Ни диабета, ни проблем с кишечником, ни с иммунитетом, ни с усталостью, ни с депрессией, ни с иммуносупрессией, ни с кишечником, ни с тревогой, ни с бессонницей, ни с перепадом электролитов. Он говорит, ничего, я же так делаю постоянно. Я так живу. Пусть он живет так. Ему может быть в такой жизни нормально. И вот как перестать есть сахар и простые углеводы. Это первое, понять, что это наркотики. Или вы от них зависимы. И воспринимайте это совершенно по-другому. И витамин В1, он способен повышать уровень дофамина. И вы почувствуете облегчение после приема. Пишите вопросы. Жду вас в онлайн закрытом клубе в консультациях.